Погода в нашем регионе продолжает преподносить сюрпризы. Последняя неделя июля подарила жителям Караганды возможность позагорать и окунуться в водоемы. Что наденут карагандинцы в августе? Купальники или свитера? В материале Аниси Абиловой. В этом году не сказать, что прямо тоже ах, но попадаются жаркие дни. Жарко тут очень, но то, что хорошо здесь вечер и прохладно немного. Погода странная немного, когда жарко, когда дождь. Так что, ну, приходится менять все время одежду и не очень-то приятно. В августе, ну, думаю, что будет тепло, надеюсь. Тепла, света, отдыха перед большим годом, ну, перед началом учебного и вообще большого сезона. Согласно прогнозам синоптиков, начало последнего летнего месяца будет жарким. В отдельные дни температура воздуха превысит отметку в 30 градусов тепла. Однако, как и в июле, жара будет сопровождаться дождями и грозами. Ночью столбики термометров будут опускаться до метки плюс 16, плюс 18 градусов. 3-4-го мы ожидаем местами кратковый дождь, грозу. Днем возможен град, это преимущество на западе и в центральных районах области. Так, ветер у нас будет уже южно-юго-западный 9-14, и при грозе возможен порысти ветер до 20 метров в секунду. Температура ночная тут уже будет повыше, где-то 15-20, на юге и юго-западе области в районе 25 тепла. По словам синоптиков, август не обещает быть переменчивым. Тем, кто не наверстает упущенное в первую неделю месяца, отдых под солнцем и купание в водоемах придется отложить до следующего лета. Напомним, что погода в Карагандинской области нынешним летом преподносила немало сюрпризов. Так, в некоторых районах выпадал крупный град, а ветер был настолько сильным, что валил деревья и сносил крыши со зданий.